Продолжение следует... 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 И довольно-таки большая база, которую нужно постоянно поддерживать, постоянно анализировать и вносить, соответственно, новые изменения при строительстве металлургии. С одной стороны, это будет изменение на полуграду, и более может вести значительную экономию и дополнительную затрату для доклада конструкций зданий, для металлургии проектирования. В результате технологии уже построены здания, для того, чтобы документы помогают ответить, то есть параметры для системы обеспечения, отсутствующих технологических вопросов. Учитывая, что в последнее время большинство технологических процессов производства зданий используют автоматизированные в работе системы контроля, роль данных, которые влагают с ним в строительстве металлургии, довольно сильного наросла. Теперь это не просто документ цифровый металлургии, а инструмент их в виде большинства эксплуатированных организаций региональных властей. Те регионы, которые принимают сдачность их в проектной гематологии, всегда будут иметь хорошие соединения экономики. А некоторые примеры могу привести город Москвы. Два года назад, встретили территорию о рекламе технологии, где был в Минокрове Георгиевом, и вдруг разработали региональный документ, который позволил для города Москвы, втачный период параметра ввести своих территориальные л iterate-разорные на население подробностей. Вчера Алина Павловна Николаевна сделала доклад на эту тему и, соответственно, показала, что, во-первых, существует определенное ранирование и в этой Москве температура на 7 минуты могла отличаться в одно и то же время на 10 более градусов. Естественно, что нужно работать с тем, что есть соответствующиеся к вопросу, что это связано с проектированием нашей стадии. Не буду больше останавливаться на данном примере. Естественно, по-черкну, что аналогичные региональные нормы, мы предполагаем, разработать для всех городов, которые есть у нас в стране. Наверное, имеется в основном подобное связи с некоторыми регионами, которые имеют в одном городе достаточное население, которые имеют довольно большую мощь, и температура довольно сильно сменяется по строению территории. В последнее время группа климатологии, которая была рассчитана в министре артефизики, еще в ряду, и в последнее время группа климатологии осталась довольно маленькой, и если группа не поддерживает, не развивает, не учеет, и в дальнейшем устроительной демонологии, то теперь мы видим, что вообще это направление играет. Поэтому у меня большая проблема решения на нашем собрании и обращение к курсу страны о том, чтобы пересмотреть ряд учебных программ и ввести предложение наук о том, чтобы курс строительных и наук о том, что в курсе строительных и металлодических и металлодических и металлодических. Я не знаю, что это, я не знаю, что это такое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 которые могут сегодня помочь в решении суммы в помещении, и они просто не имеют права к помещению. Мало того, соответственно, санитарные органы не имеют права принимать технические решения, потому что они не имеют возможности ввести специалисты, которые могут вступить, каким образом они действуют для того, чтобы устранить, кто-то не имеет права, которые могут действовать для того, чтобы устранить, кто-то не имеет права. Две выводы? Как я уже сказал, что выведут, у меня будет вторая программа, чьи вывести строительные органы, и, наверное, необходимо сделать того, чтобы еще другого варианта. Второе. Повысить ряд нормативных, четыре, мы не сдаваем, мы не сдали все, что по конкурсу, и с этой продвижностью. Мы не сдали все, что по конкурсу, и с этой продвижностью. Это уже выведаем. Установление древнему и правил, подлежащих пополнению при проектизе доставления нации защиты от транспортного шума, в том числе при проектизе на новом сфере здоровья, в день движения транспортного шума. В развитии актуализированной организации снижения защиты от шума мы и в этом году, и в прошлом году заработали ряд документов. Часть, которые находятся в нашей жизни, здесь находится в разработке. Я хотел бы перейти к структурному одному документу по строительству. И в отношении мы видим в следующей форме. Практически все ИСП, которые вы видите, готовы сегодня к подтверждению, ряд находится в разработке. Хотел обратить внимание на работе в ПЦ, что мы предлагаем разработать альбомы и по решению конструкции и строительства, которые мы хотим, чтобы эти документы были на Министерство значения и имели их в принципе в Украине, для того чтобы можно было бы рекомендовать массовую групповую проектизацию. Преважены механизмы, которые могут использоваться по всей стране. Теперь по двух других более сложных документам, которые я изучила, первая, структурированная версия предательная тип естественного искусственного освещения. В 2011 году было созданно-определированное даже без него предательное освещение, которое было готово в 1965 году. И в этом году мы планируем защитить и ввести ряд изменений. Можно сказать, что при разработке настоящих сотрудников в нашей институте институционно стал живет в источнику генетального и технологического мероприятия. Это камень для обновления, потому что мы не можем дожить, например, переступрить только строительные требования, потому что медицинские требования, которые аналоги имеют высокие ценовые разговоры. Наши предложения отлично сталкиваются с завершением имени здрава, и, соответственно, здесь выходит определенный конфликт. Здесь, собственно, через конфликт здравственного материала, где эти условия находятся в центральной системе, где они имеют высокие ценовые разговоры. Это, естественно, влияет на дополнительные доходы городов, которые хотят подороже продать следующее. И в этом году мы подготовили много ожиданий, которые будет идти в республику, который мы планируем, будет передать в республику. Это позволит проектировать более плотную застройку, обеспечивая более низкую площадь и безусловную мощность. Документ открывает возможность широкого применения светодиодов по ступерок каладским. В области искусственного свещения изменения касаются вопросов энергоэффективности и рамкортности освещения. В первую очередь, много документов отражают использование методов и светодиодов. Технически обеспечивается введение в норме утильной мощности, поскольку эффективность и шансовного свещения основывается в утильной мощности. Кроме того, приведены в норму ряды показателей связанных с проблемами народного свещения, аварийного свещения, а также следящего в действии. И, наконец, четвертый, хочу показать вам следующую картинку, которая позволяет нам раскрыть структуру документов по естественному свещению. Ряд документов с нами уже подготовлены, некоторые документы находятся в подготовке. Хотелось бы понимание процесс, что все эти необходимые пошли нам вводить, да, в первую очередь, в противоположную. Последний документ, который сегодня более детально рассматривается в Дашваде Владимира Ивановича Гагарина, я скажу несколько слов. Здесь выявлены концепции, сколько правил славы защищения системы. Из чего мы входим при определении стратегии в вопросах энергоподобережения и в вопросах рекомендации главных защитных целей. Мы используем в положении, что дополнительные эффективы может быть получены наступного влечения властью инфляционного условия. Это счет повышения, 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 физической однородности ограждающих конструкций, зданий, ликвидации и мультфильм, повышения холода, с учетом архитектурного дизайна, улучшение качества строительства, проектирование современного системы отопления, сентиляции, конденсальные обзания с учетом энергоподобежения. Естественно, это предположение, что в структуре термативно-лайн-глаза для вопросов тепловой защиты должны работать в структуре системы. Наше произведение, она должна иметь в следующий вид. Может быть, что-то мы иметь, пока не все в учреждении, но все мы пока изложили. Наверное, мама будет в свое время проанализирована, что это добавлено, но я надеюсь, что вложить не надо, потому что мы будем докладывать более детально рассказать о том, что мы будем использовать. В заключении своей работы я хотел бы остановить на вопросах нормированный ряд строительных материалов, который в ближайшем будущем будет расти, и на которые в ССС необходимо обратить внимание, может, даже большего внимания, чем бы хотелось. Ну, в частности, я бы хотел бы остановиться на одном, так сказать, довольно перспективном реализме налетный бетоник. В прошлом году нашими специалистами в рамках работы на в том, что в рамках ПЦР были выполнены исследования, которые погадают, что нормативная база области легких бетонов отсутствует. Он остается в случае с помощью нового ампулатора строительства СССР и СССР. И следует отметить, что на последние 20 лет разработаны разработки на инвесторе нового класса будет дополнительной инвесторией для первого премьерства и для приема производства на основе продуктов и приработки многотонных техногенных образований тоже будет дополнительной инвесторией. Практически хотелось бы иметь новую инвесторию. Данные заполнители легких бетонов обеспечивают более высокие потоплательные застойкости, которые приняты в зависимости с равнопрочными тяжелыми бетонами. Это дает преимущество легких бетонов при тяжелой пристроительной конструкции довольно-таки востребованной силой. И в качестве примера я хотел бы сказать, что сегодня в этом бетонах построят как и настройщая колотковая добыча, и в городах северных, в очередной мае, и мосты протяженной длины более 200 метров. И даже сегодня имеют проект настройку на данничном высотого типа. Нам бы хотелось бы, чтобы подследствием этим вопросом понимал, что этот вопрос стоит не только вне строительства, как и в Севере, хочет только самостоятельно решать вопрос. Но здесь очень много вопросов связанных со строительной физикой. И хотелось бы, чтобы этот документ, который в дальнейшем будет в областной работе не только вне строительства, но, наверное, и строительной физики. И в привлечении специалистов в инфири, поэтому с них просто станет и может быть другие специалисты, которые имеют большой опыт в этой работе. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...